Чистая и здоровая кожа – это мечта и цель любой женщины. И для достижения этой цели используются самые разные средства – косметические, медицинские, народные. Чтобы очистить кожу, подсушить прыщи и омолодиться, одним из самых популярных и эффективных средств является салициловая кислота. На ее основе создается масса современных косметических препаратов. Она применяется для домашних масок, кремов, болтушек и других целей. Как именно и в каких рецептах для кожи лица можно использовать салициловую кислоту? Давайте разберемся вместе с Progress Way. Но прежде чем продолжить, подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые выходят каждый день. Как использовать салициловую кислоту для лица? Это по-настоящему универсальное средство с уникальными противобактериальными и антивоспалительными свойствами, благодаря чему его можно применять при самых разных заболеваниях кожи. В зависимости от требуемого эффекта можно использовать кислоту с разной концентрацией, которая бывает от 1-2, всего до 10%. Начать применение кислоты лучше всего с 1% состава, чтобы проверить реакцию кожи на агрессивное средство. Продукт с 5% содержанием лучше вообще не использовать поначалу, поскольку он будет сильно сушить кожу, что приведет к разрастанию прыщей по лицу. Для жирной кожи оптимально использовать 2% раствор, но наносить его на лицо все равно необходимо с осторожностью и бдительностью. Использовать салициловую кислоту можно при жирной коже, при наличии прыщей и при полном отсутствии противопоказаний. Основной эффект данного препарата заключается в том, что он сушит и убивает бактерии, одновременно регулируя работу сальных желез. При этом злоупотребление салициловой кислотой недопустимо, и в использовании обязательно необходимо соблюдать правила. Всегда начинаем с 1% раствора. Применяем препарат не более 2 раз в день. После того, как кислота накопится в течение 1-2 дней, результат будет виден невооруженным взглядом. Длительное применение кислоты может вызвать привыкание организма. Обязательно нужно сделать перерыв через время, после чего повторно пройти курс. У салициловой кислоты огромный потенциал, поэтому она используется женщинами и мужчинами для решения самых разных проблем с кожей и ситуаций. В регуляции выделения кожного сала, а также для избавления от жирного блеска на коже. Для дезинфекции кожи лица, что помогает уничтожить бактерии, которые мирно обитают в слоях кожи и провоцирует воспаление и прыщи. Для подсушивания и лечения прыщей, акне и других дефектов. Для обесцвечивания черных точек и пигментных пятен на коже лица. Для выравнивания цвета кожи на лице. Стоит сказать, что салициловая кислота оказывает влияние на внешние слои кожи и обеспечивает косметический эффект благодаря лечению патогенных процессов. Но также она влияет и на внутренние слои, благодаря чему устраняются первопричины раздражений и воспалений дермы. Именно поэтому кислота применяется не только в очищении кожных покровов, но и в эффективном лечении проблем. Негативные последствия после нее тоже возможны, поэтому существует ряд противопоказаний к использованию. Использовать салициловую кислоту нельзя при беременности и кормлении грудью, так как препарат проникает в глубокие слои кожи и может нанести вред организму ребенка. Если вы обладаете слишком чувствительной кожей, лучше отказаться от салициловой кислоты, так как она может ее повредить. Салициловая кислота может вызвать шелушение кожи и ее иссушение, поэтому необходимо брать растворы с минимальной концентрацией активного вещества. Организм может привыкать к действию кислоты, поэтому необходимо делать перерывы в применении, либо же применять это средство курсами по несколько дней в месяц. Кроме этого, не рекомендуется использовать салициловую кислоту для борьбы с прыщами на сухой коже, а также при несовместимости с другими лечебными препаратами. Зачастую она несовместима с базироном и зенеритом и в случае совместного использования очень высок риск получить химические ожоги кожных покровов и шелушение кожи. Также важно помнить, что применять салициловую кислоту слишком долго нельзя. Преимущества пропадают примерно через 2 месяца активного применения. Это очень сильное и эффективное средство, но при самостоятельном использовании без консультации врача делать это нужно очень осторожно. При минимальных побочных эффектах или присутствии эффективности препарата необходимо попросить помощи у специалистов, дерматолога или косметолога и сделать это срочно. Как применять салициловую кислоту в домашних условиях Салицилка – это уникальное средство, которое применяется для лечения разных заболеваний кожных покровов, а значит методов его применения также большое множество. Можно использовать ее в чистом виде для протирания проблемных участков кожи, либо же можно использовать салициловую кислоту в составе комбинированных средств с другими веществами. На базе этого вещества можно сделать крем, маску, тоник для лица и другие косметические средства по уходу. Progress Way собрал для вас ТОП-7 самых крутых рецептов по уходу за кожей лица с салициловой кислотой. Раствор против прыщей В любой аптеке можно купить уже разведенную салициловую кислоту в разном процентном соотношении для быстрого применения. Чтобы использовать ее в лечении прыщей, достаточно просто нанести средство на вату и протереть проблемные участки кожи тонким слоем кислоты с содержанием 1-2% активного вещества. Если кожа страдает от больших проблемных прыщей, можно брать растворы до 5%. Большая концентрация может просто повредить кожу, поэтому пользоваться ей в косметологии не рекомендуется. Важно помнить, что салициловая кислота – это агрессивное вещество, которое может вызвать легкое сжение. Это нормальная реакция кожи, и чтобы избежать ее, необходимо после использования раствора обильно умывать кожу проточной водой. Пилинг лица против пигментных пятен Чистка кожи – это еще одна процедура, которую можно сделать с помощью этого средства. Процедура следующая. Размягчаем кожу тониками или молочком для лица, обезжириваем поверхность при помощи специальных лосьонов, обрабатываем кожу лица салициловой кислотой до тех пор, пока не начнется легкое покалывание, после чего обильно смываем все теплой водой. Увлажняем кожу при помощи легких кремов. Вуаля! С проблемой можно справиться всего за несколько процедур. Болтушка с левометицином. Чтобы сделать это средство для лечения прыщей, нужно взять 5 граммов левометицины и смешать с 2% салициловой кислотой, 90% спиртом и борной кислотой в количестве по 50 граммов. Средство наносим на кожу на несколько минут по одному разу в день, после чего смываем проточной водой. Эффект не заставит себя долго ждать. Маски из салициловой кислоты Чтобы сделать крутую маску, необходимо смешать в одинаковых пропорциях бодягу и косметическую глину. Эту смесь надо залить водой до кашеобразного состояния, после чего добавить туда несколько капель салициловой кислоты. Хорошо вымешать и готовую маску наносить по одному разу в день по вечерам. Чистая и приятная кожа ждет вас уже через несколько применений. Лосьон для протирки лица из салициловой кислоты. Для приготовления такого средства берем по 50 мл борной салициловой кислоты, смешиваем их в емкости, а затем добавляем несколько таблеток левометицина. Чем больше прыщей, тем больше таблеток нужно использовать. К примеру, при относительно чистой коже можно взять 2 таблетки, а при больших проблемах лучше добавить сразу 4 штуки. Растираем их в порошок, смешиваем с кислотой и лосьон для ежедневного протирания кожи готов. Использовать его можно в течение 1-2 месяцев, после чего нужно сделать небольшой перерыв. Домашний крем. В домашних условиях можно взять 30 г вазелина, 7 г касторового масла, 35 г оксида цинка, 3 мл салициловой кислоты и около 20 г рисового крахмала. Все ингредиенты тщательно перемешиваем до кремообразного состояния и используем ежедневно. Кожа будет в восторге! Салициловый пилинг лица Сделать пилинг с помощью салициловой кислоты можно как в косметологическом кабинете, так и в домашних условиях. Он позволяет растворить орговевшие клетки, восстановить процесс регенерации клеток кожи. Есть два вида пилинга. Поверхностный, используется для лечения акне, улучшает состояние жирной кожи, снятие воспалений. Как правило, для такого пилинга применяется препарат в концентрации до 15%. Срединно-поверхностный пилинг используется для борьбы с гиперпигментацией, морщинами и для выравнивания поверхности кожи. Для этого применяют препарат с концентрацией до 20%. Максимально глубокие процессы отшелушивания помогут нормализовать выработку коллагена, поэтому возрастные изменения будут замедлены и скрыты. Пилинги нужно делать курсами и между сеансами не должно проходить более 7 дней. Количество процедур поможет определить косметолог на базе ваших индивидуальных особенностей кожи и области обработки. В целом, процедуру лучше проводить у специалиста. Состоит она из следующих этапов. Очищение кожи от макияжа, жира и грязи, обработка лица дезинфекторами, защита кожи вокруг глаз от попадания препарата, нанесение препарата на кожу лица, снятие препарата с кожи при помощи специальных нейтрализаторов кислот, успокоение кожи при помощи специальных кремов или масок. Несколько таких процедур помогут восстановить здоровье кожи и отсрочить возрастные изменения в ее структуре. Как правильно использовать чистую салициловую кислоту? В составе салициловой кислоты всегда находится спирт, поэтому он может пересушивать покровы кожи. Подходить к работе с этим веществом нужно с особой осторожностью. Перед нанесением кислоты на лицо необходимо избавиться от всех косметических средств. Помочь в этом могут разные тоники или лосьоны, а также мицеллярная вода. После очистки умываемся чистой теплой водой. Кожу вытираем полотенцем и готовимся к нанесению средства. Для нанесения смачиваем в кислоте ватную палочку и используем точечно для борьбы с прыщами. Если прыщей очень много, протираем проблемные зоны однопроцентным раствором. Если возникает дискомфорт, зуд или сжение, нужно сразу же смыть средство проточной водой и успокоить кожу кремами. Существуют также и салициловые мази, которые используются в борьбе с прыщами и акне. Очень важно, что наносить их на здоровую кожу нельзя и делается это точечно на каждый прыщ. После нанесения нужно на 2-3 минуты наложить повязку на прыщи и повторять процедуру от 5 до 20 дней до достижения эффекта. Мазь в таких случаях используется только 2% одновременно эффективная и безопасная. Можно ли протирать ей лицо? Эта кислота относится к группе BHA-кислот, обладающих антибактериальными, антивоспалительными, осветляющими характеристиками. Также она поможет избавиться от небольших морщин. Производство кислоты осуществляется в диапазоне от растворов с 1% до растворов с 20% кислотой. Благодаря своим свойствам она оказывает на кожу лица очень позитивный эффект. Помогает регулировать выработку кожного сала, благодаря чему устраняется жирный блеск. Происходит дезинфекция и обеззараживание, устраняются бактерии и уходят прыщи и угри. Отмечен факт подсушивания. Регенерируются кожные и подкожные ткани. Черные точки и пигментные пятна обесцвечиваются. Происходит выравнивание и отбеливание структуры кожи. Благодаря кислоте происходит качественное лечение кожных заболеваний, поскольку она попадает в глубокие слои кожи и выводит вредные токсины и нежелательное содержимое. На этом все. Теперь вы знакомы со свойствами и применением салициловой кислоты в уходе за кожей лица. Надеемся, этот ролик был вам полезным. Если так, то поставьте лайк и напишите комментарий. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики про здоровье каждый день.